МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда смотрят правоохранители? И можно ли уберечь свое авто, если на него положили глаз воры? Жизнь после плена. Заботится ли Украина о своих гражданах, освобожденных из-за стенков Ордло? И в какой помощи нуждаются люди? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, я Алексей Лихман. Мы начинаем подробности недели, на которой в украинской политике появилась еще одна очередная бомба. Она еще не сдетонировала, конечно, но большинство политиков уже обсуждают, каким последствиям может привести этот взрыв. Заметили ее в начале этой недели, хотя существует она уже полгода. Еще летом 2017-го в Украине появились так называемые национальные дружины. Полувоенная организация, которая ставит своей целью, но вот что именно, это большой вопрос. Попробуем на него сегодня ответить. Итак, в воскресенье состоялся парад национальных дружин в Киеве, а уже в понедельник разгорелся без преувеличения грандиозный скандал. Говорили, что это и силовой ресурс для грядущих выборов, и попытка легализировать уличное насилие под крышей полиции. Казалось бы, накал страстей уже такой, что пора останавливаться. Но во вторник дружинники подлили еще масла в огонь. Зашли в Черкасский горсовет, чтобы своим угрожающим видом повлиять на депутатов. Объяснение, мол, надо было заставить их принять городской бюджет. Наблюдатели сразу же вспомнили, как осенью бойцы из родственной дружином организации национального корпуса уже фактически блокировали Верховную Раду во время голосования за один из законов из Минского пакета по Донбассу и даже угрожали тогда штурмовать парламент. К четвергу в ситуацию начали публично мешиваться даже западные дипломаты. Уж слишком опасно это все выглядит, и при этом слишком политически. Так какая же цель этих дружинников? Порядок на улицах, как говорят они сами, или все-таки силовой контроль над политиками, как говорят их критики? И сколько еще в Украине вот таких маленьких, но решительных армий? Тему продолжит моя коллега Елена Зорина. Ради устрашения? Служу украинской нации! Или защиты? Занимаемся наведением порядка на улицах нашего города. Не все показывают лица. Люди в одинаковой форме и с одинаковыми шевронами называют себя дружинниками. Кто свистел? Я! А где бабуля? А вы кто? Я дружинник. А вы? Сторож. Таких, как дружинники, общественных помощников полиции в Украине нынче много. Они по-разному называются, по-разному и экипируются. Кто-то дежурит вместе с правоохранителями, кто-то наводит порядки сам. Кто же контролирует в МВД, от них открещиваются. Это державное монополие. Национальная полиция, национальная гвардия, вооруженные силы Украины. Любые другие парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать, они не являются законными. Они начинают действовать, как только стемнеют дружинники, стражи или другие общественники выходят на патрулирование. Теперь, как когда-то, повязок на рукавах они не носят. В лучшем случае, удостоверение, говорят, помогают полиции, чтобы на улицах было безопаснее. Майданной залежности. 600 новых дружинников принимают присягу. Официально эта общественная организация существует с лета на базе батальона Азов. За это время дружинники успели освоить рыбные места. Рыба, прости нас, пожалуйста. Правильно? Побороться с незаконными наливайками. Вы подали нам водку с подстава. И казино. Три громад, да? Да. А это кадры из Кременчуга. Дружинники на незаконной застройке. Руки убрал здесь сюда. Не трогай, мы затримали. В результате потасовка с полицией и слезоточивый газ. Да, подходит к вам. Дружинники, как и другие общественники, имеют право проверять документы, составлять протоколы и даже задерживать вместе с полицией. На практике, ну, я больше чем уверен, что они людей будут и задерживать, и тягать в полицию, может еще куда-то, потому что, ну, люди как только слышат приказ «пройдемте», редко кто не подчиняется. А в экстренных ситуациях заимствовать транспорт и применять дубинки или баллончики. Для чего же на самом деле нужны такие общественные охранники? Кто они и кого защищают? Это люди, которые потенциально могут применять силы, потенциально могут применять средства оружия. Плюс они могут использоваться местными политиками, как частные армии. То есть это условно такие легализированные тетушки. Мы являемся законно-слухняной структурой. Коштей, каких-то проплаченных акций у нас нет. Нет у них и оружия, уверяют дружинники. При этом они проходят более чем серьезную подготовку. Военный вышкал, боевые искусства и владение оружием. Готов! Готов! Проблема! Лекции, как в университете. Занятия с психологией, юриспруденцией, ораторские мистецтва. Никаких имен, только позывные и обращения со словом «друг». В национальных дружинах и бывшие атошники, и 17-летние студенты. Есть бизнесмены. Мы сами стараемся себе забезопасить на необходимом уровне. 50 гривен в месяц. Это добровольческие внески, чтобы мы помогали один одному в разе каких-то ситуаций. Некие неизвестные люди оплатили, и они эту одежду, спецформу, спецсредства носят. Они получают ежемесячно заработную плату от 8, 10 и выше тысяч гривен в месяц. По информации СМИ, в организации есть и сомнительные персонажи. Только вот один из основателей национальных дружин Сергей Коротких-Милюта с позывным «Боцман». У родившегося в России бойца Азова якобы в прошлом работа на иностранные спецслужбы. Белорусское КГБ и российское ФСБ. В Украине «Боцман» засветился в 2013-м в разгар Евромайдана. А уже весной, пишут СМИ, вступил в состав батальона «Азов» и вскоре получил украинский паспорт. Именно этот боец фигурировал в истории с убийством журналиста Павла Шеремета. Однако официально в национальных дружинах от коротких сооснователя открещиваются. Мы с ним служили в Азове. Мы с ним поддерживаем просто товарищеские стосунки, не больше того. Если дружинники с правоохранителями принципиально не связываются, то муниципальные стражи ходят с ними на патрулирование. Вперед! В Киеве муниципальных стражей чуть больше сотни. Костяк нашей организации – это участники АТО. Как и дружинники, они утверждают, работают за спасибо. А экипировка – это то, что с войны осталось, да сами купили. Купить флиску за 500 гривен и шевроны за 20-ку – это вполне приемлемые финансовые потери. Патрули идут с рацией в руках и с сумкой за плечом. Там удостоверение, аптечка, фонарик. По закону нам разрешено использовать спецзасобы. Но у кого-то, если они есть, за свои деньги купленные, то их берут с собой. Это кайданки, это газовые баллоны, это пристрель для стрелогумовых культов, что называется, травматический пистолет, ну и дубинка. Но они, признаются, редко нужны. Кто-то перебрал, кто-то там немножко шумит и так далее. Вот для таких задач мы привлекаемся в массовые мероприятия. Концерты, съезды и так далее. Во Львове муниципальные стражи – это коммунальные охранники. Следят за безопасностью на улице, через видеокамеры и в городских зданиях. А еще гоняют стихийных торговцев и нарушителей парковки. За это от города и зарплата. В зависимости от выполненной работы – от 4,5 тысяч гривен до 7 тысяч гривен. Эти деньги из бюджета города. Штат таких стражей вдвое больше, чем в Киеве. Да и в этом году количество муниципалов, так их называют в городе, хотят удвоить. А еще поручить им охрану детсадов и школ. В Киеве стражи только надеются получить финансирование города. А вот дружинники об этом даже не говорят. Вопрос только, кто всех этих волонтеров будет контролировать, если они приступят к закону. И на чью сторону станут правоохранители. Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Галина Якушко, Вадим Сверидонов, Юрий Голубенко и Владимир Дедов. Подробности недели – телеканал «Интер». Вот что еще любопытно. Если сотни молодых людей так уж хотят поддерживать порядок на улицах, то почему они просто не идут работать в полицию? Ведь это и реальные, весьма обширные полномочия, правовая защита, зарплата, которую постоянно повышают. Сейчас в нацполиции 17 тысяч вакансий. Легко можно было бы трудоустроить всех этих дружинников. Еще бы даже вакантные места остались. Но они почему-то не спешат устраиваться на эту работу. А вот почему и вообще как далеко могут зайти такие дружинники? Давайте-ка обсудим с Анной Малер. Юрист-криминолог, как раз тот человек, который может ответить на вопросы по этой теме. Здравствуйте, Анна. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Ну что ж, давайте будем пытаться разобрать самые главные подробности. Вот эти национальные дружины. Насколько это вообще легально в нашей стране? И могут ли существовать вообще у нас вот такие вот полувоенные организации? Национальные дружины – это просто название самой обычной громадской организации, которая действительно зареєстрована в Минюст. Есть открыта информация на сайте Реєстру громадских организаций. Но, как громадская организация, она не имеет повноважений щодо охорони громадского порядка, щодо патрульювания. Для того, чтобы поддерживать такие повноважения, нужно будет не просто громадская организация. Это вообще окремая тема. Нужно регистраивать громадское формирование, которое будет охранять громадский порядок. Но, насколько я цікавилась в эфирах, и это видели глядачи у представителей полиции, или имели те люди такую регистрацию, которые прошли Киевом и приняли присягу, выявилось, что они не зареєстрованы в Киеве как громадское формирование захоронного порядка. Тогда возникает логичный вопрос. На что имеют право люди, которые участвуют в этой организации? Вот смотрите, сами они говорят, что готовы сотрудничать с нацполицией. Нацполиция пока аккуратно, так знаете, нейтрально, ну даже открещивается, я бы сказал. Говорят, что никакой помощи не нуждаются. Что могут эти люди? Значит, очень просто. Если это обычная громадская организация с любым названием, нехай национальные дружины, они действительно имеют право пройти в любом одежде по центру Киева, даже без одежды, присягнуть кому-то на верность и еще что-то. Но они не имеют права действовать функции охраны громадского порядка, если они належным чином не зареєстрованы. Если они зареєстрованы были бы как громадское формирование, то тогда очень просто, чтобы наши глядащи понимали, не можно так из своей инициативы пойти зареєструвать какую-то группу людей и охранять громадский порядок. Для этого местная громада, люди, которые живут в селе или селище, должны сами собраться из-за них, не пришлих людей, из-за себя, из-за себя, а дальше за законом их оперативную деятельность не просто координует, а и контролирует полиция. Это записано в законе. Відповідно, они самочинно не могут визначать, в каком районе сейчас нужна их помощь. Где они могут патрулювать. Больше того, патрулювать они могут только с полицией, а сами могут это делать только в селах. Но, когда полиция скажет, идите туда и патрулюйте там. И помогите, то, в принципе, да. То есть, если я правильно понимаю, прав по защите, по охране правопорядка у них на сегодняшний день не больше, скажем, чем у нас с вами. Абсолютно. Но, мы можем, что мы можем, видим вот эту картинку. Эту картинку видят миллионы наших соотечественников. Что делать украинцам? Вот простые практичные вопросы, да, на сегодняшний день, которые столкнутся с работой этих дружинников. Например, на улице к человеку подходят эти дружинники и говорят, вы похожи на преступника, мы вас задерживаем. Что делать человеку в этой ситуации? Куда обращаться? И стоит ли подчиняться? По-перше, одразу треба викликати поліцію, потому что в тот момент, когда вы телефонуете, в полиции залишается, по-перше, цей дзвенок. И даже если полиция приедет позже, там не встигнет, то все равно будет факт того, что вы обратились до полиции. Цей факт будет подтвержден. Другой момент. Если это все-таки громадское формование, которое имеет право на охрану порядка, то у них должно быть обоязково посвящение. Если вам не дают такое посвящение, то не предъявляют. Значит, это уже самозванцы. У них обязательно должна быть наплечная повязка. Если ее нет, это также порушение закону. Если правильно помню, кстати, из ваших же постов, спасибо, читаю с огромным удовольствием, повязка должна еще быть размещена так, чтобы ясно читалось, что это за какая-то организация. Абсолютно верно. Если этих опознавательных знаков нет и нет посвящения, то вы этим людям вообще ничего не обязаны. Вы можете смело не ответить на их вопросы, и идти себе дальше. Но в этой ситуации я бы хотела попередить наших граждан. Потому что сегодня в таких разных побутовых вещах очень часто используются даже гранаты, то я радуюсь с любыми людьми не конфликтовать. То есть не лезть на рожану, только аккуратно, в общем, дуть на холодную воду, чтобы не обжечься на молоке. Хорошо. Аня, ну вот весь этот скандал, он нешуточный, по-моему, разгорается. Чем, по-вашему, он может закончиться? Вы верите в то, что, например, эти дружинники будут ходить в совместные рейды с национальной полицией? Или наоборот, национальной полицией выгоднее как можно быстрее откреститься от этого всего? Для меня это сигнал начала передвыборчей кампании. И, безумно, это демонстрация, певные сигналы одния политической силы, и другой политической силы. Но, как для гражданина Украины, для меня в этом важливо наступное. Я думаю, что эти люди, по-моему, национальная дружина, в плане доверия конкуруют с полицией. Потому что в обществе, правда, есть запад на таких людей. Чому? Потому что дискредитированы и не работают государственные институции. Поэтому есть запад. И, соответственно, если эти люди выключают больше доверия, чем правоохранные органы, тогда выникнет резонное вопрос, почему нам такие правоохранные органы? И я думаю, что такая конкуренция как раз небезопасна для правоохранных органов. Я бы на их месте про это задумалась. Ну, надеюсь, что задумаются все участники этого скандальных этих историй. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Пока благодарю вас за эти комментарии. Известный юрист-криминолог Анна Малер отвечала на мои вопросы. Спасибо вам за это. Что хочу отметить еще. То, что в Киеве пока еще способно вызывать большой скандал, ну, вот именно использование вот таких полувоенных, полулегальных формирований, в регионах удивление, к сожалению, уже не вызывает. Политики там, конечно, меньше. Но в экономике силовые ходы используются регулярно. Доходит даже до стрельбы. Давайте посмотрим. Это видео снято сразу после перестрелки на заводе по переработке сои в Новой Каховке. Весь личный состав в городделении полиции поднят по тревоге. Вооруженные автоматчики. Вход заблокирован. А это фото с места перестрелки. В стенах застряли несколько пуль. Охранники завода утверждают, по ним стреляли боевыми патронами. Мы были на объекте, охраняли его. И свалилась эта тетушня. Просто. И стало сутки, начало подрывать, что-то там, стрелять. После конфликта в больницу попали сразу 4 человека. В основном это черепно-мозговые травмы, ну, средней степени тяжести. И у одного пострадавшего огнестрельное ранение. Вот и проникающее ранение обеих бедер. То есть, одновременно дело? Не, ну, оба бедра поражены. В городской полиции подробности конфликта не комментируют. Ссылаются на тайну следствия. Обещают разобраться к понедельнику. А пока взяли завод под свою охрану. После перестрелки задержали около 30 человек. На теперешний час проводятся с ними следственные действия. Они не затриманы. Они допытаны в качестве следствия. И сейчас с ними проводятся следственные действия. Конфликт на заводе произошел между законной охраной предприятия и группой неизвестных. Новоприбывшие пытались блокировать работу завода. Охранники несколько раз пробовали мирно разобраться. Но неизвестные применили силу. Использовали биты, палки и огнестрелы. А началось все на прошлой неделе. Тогда неизвестные в балаклавах, спортивных штанах, кроссовках и с палками в руках ворвались на территорию Каховка Протвин Агра. Как раз после визита следователя генпрокуратуры Александра Буковчаника. Он приехал провести осмотр завода в рамках судебного дела. И без разрешения суда вынес постановление, что охранять предприятие будет компания, которая несколько лет назад владела этим заводом. Но из-за миллионных долгов перед банком утратила право собственности. Более того, с 2011 объявлено банкротом. Гореохранники, которые по документам осуществляют уборку снега, захватили центральный вход. Во время визита нашей съемочной группы неизвестные в спортивках вели себя агрессивно. Бросали в съемочную группу льдом и угрожали. Прибывшие на место полицейские разобраться в ситуации не смогли. Люди націкавилися, чего его тут не пускают. Я поясню с законной точки зрения, что это ООО, это приватное предприятие, правильное установление. Это приватное предприятие. Но охрана приватной установки нас пускает. Нас не пикают эти люди в Балаклавах, которые не представляют. Вы можете пояснить, что это за люди в Балаклавах? Не могу пояснить, потому что сам не понимаю. Нападением на журналистскую группу закончился и визит интернет-издания «Зеркало недели». Уборщики снега в Балаклавах даже выбежали за территорию завода. Внезапно открылись ворота, они вылетели, напали на охранника, начали его, повалили его на землю, начали его пусать. По мнению независимых юристов один из главных фигурантов конфликта следователь генпрокуратуры Александр Буковчаник, так как превысил свои служебные полномочия. Есть решение судов и в последнее время генеральная прокуратура, видимо, точнее, отдельные должностные лица генеральной прокуратуры решили взять на себя функции судов и не ждать, пока суды рассмотрят тот или иной спор, а быстро принять самостоятельно какое-то решение, кто является собственником и кто должен владеть им заводом. Юристы не исключают, следователь в этом деле имеет личный интерес. Ну, учитывая еще и поездки на самостоятельные в такую даль при очень большой загрузке генеральной прокуратуры, ну, есть сомнения в его незангажированности, его беспристрастности и исключительно правовом подходе к решению этого вопроса. Думаю, тоже это будет предметом анализа и изучения. Мы узнали, что неизвестные, которые устроили перестрелку с охраны предприятия, бывшие бойцы батальона Айдар и охранной фирмы «Восьмая сотня». Перед переездом в милицию начал выяснять свои отношения и он вышел и сказал, что он участник АТО из батальона Айдара с позывным Саид. И хотя сейчас завод под контролем госохраны, ситуация остается нестабильной. Ситуация на данный момент в таком подвышенном состоянии. Коллектив зараз порядка 110 человек и люди как бы так трошки себя почувают не дуже впевнено из-за того, что вот вот этот контроль на проход дней ну не здорово скажем так обстановка трудомовка все как-то трошки налякан этими всеми подиями. Уже сегодня днем неизвестные попытались снова заблокировать работу завода. Въезд к предприятию перекрыли бетонными плитами. Установили. А кто установил? Ну ребята, которые хозяйничали. А тут это заезжая группа? Охрана. Мы продолжаем следить за развитием этого резонансного дела и ждем реакцию от силовых структур и генпрокуратуры. Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Василий Миновщиков. Подробности недели телеканал Интер. Но если с вот такими наездами на предприятие полиция еще может разобраться, то есть целые отрасли криминальной экономики, в которых победить преступников не так-то просто. Хуже всего с автоугонщиками. Например, вот статистика за прошлый год. Из почти 9 тысяч угнанных машин законным владельцам смогли вернуть только малую часть. Существует ли надежный способ защитить свою машину? Любовь Кукла продолжит тему. Угнать за 60 секунд. Может это сделать два школьника. Абсолютно неподготовленные люди. В Украине за последнее время количество автоугонов выросло аж в 4 раза. Только в Киеве грабители похищают по одной машине в час. Украли просто бля дому под будинком. Уводят все, что ездит. От элитных Бентли и Лексусов до народных Ланосов и Копеек. Угонщики не боятся вскрывать тачки даже на глазах у прохожих. Машину угнали средь бела дня. Это видео с камер наблюдения достали владельцы Ауди. Воры угнали автомобиль поздно ночью. Ни сигнализация, ни парковка прямо у окон квартиры не спасла. Стояла там, где стоит машина. Зараз вот инша. На кадрах четко видно. Машину попросту утащили на тросе. Я врань пришла с работы в 6, выхожу выгуливать собак. Машины нема. Разумеется, авто по сей день не нашли. В полиции разводят руками, ведь подобных случаев десятки тысяч. Куда циничнее угонщики поступили с семьей Светланы Крышень. Женщина с мужем на последние деньги купила поддержанный Деуматис. Все ради ребенка-инвалида, чтобы возить по врачам. Мы приехали с занятий с дочкой, поставили машину возле дома. И где-то это было 3 часа дня, в полпятого муж вышел в магазин. Машины уже не было. Но на этом воры не остановились. На следующий день позвонили с предложением выкупить авто за 500 баксов. А только Светлана написала о краже в соцсети, в полку злоумышленников прибыла. На арену вышли аферисты. И тут пошли звонки. Каждый звонивший говорил, что машина у него. Все только дело было в том, сколько просил денег. То есть одни просили 100 долларов и максимум нас попросили 20 тысяч гривен. Подобные аферы практика обычная. Родом из соцсетей. Злоумышленники мониторят группы, в которых объединяются жертвы угонов. Предлагают купить у них информацию. Ведь пока человек в панике, он готов практически на все, чтобы вернуть любимую машину. Знаете, в 99 случаях это брехня. Оскільки, если вы хотите объяснить, если действительно эта человек знает именно о ваш автомобиль, спросите то, чего больше никто не знает. Например, какой был колор корма в автомобиле, какая была магнитола в автомобиле, какой марки были колонки аудио в автомобиле. Масштаб угонов приобрел поистине промышленный размах. Сколько я угнал? Лично я угнал, наверное, машины 4, ну, а силы 5. Владимир Шаповалов человек, что называется бывалый, даже отсидел за кражем. Теперь завязал. И уже телеконсультация дает. Как не стать жертвой? Говорит, если раньше угнать тачку особых усилий не составляла, то сейчас грабители становятся изобретательнее. Некоторые даже театральные сценарии расписывают. Может спокойно проезжать и перед машиной упасть с велосипеда или с мопеда. Он, естественно, выйдет с машины, ключ оставит в зажигании, это однозначно дверь открытая, он побежит помогать ему, все этого только и надо. Тогда же банку просто привязал, жестяную, он же не смотрит назад, он садится и едет. Шум. Он же выходит, естественно, опять оставляет зажигание, идет, смотрит, что же у него там сзади, этого тоже достаточно. Угнать автомобиль для профессионала дело максимум пяти минут. удочка так называемая, это то, кто ты, хозяин, нажал сигнализацию и пошел домой, за ним идет человек, дома, ты находишься дома, ему не обязательно там быть возле двери, он может просто стоять в подъезде, ловить сигнал от вашей сигнализации и передает мне, а я стою возле машины с грабером, да, код-грабер, и эта удочка выключает полностью всю систему. Но чаще всего удочками и граберами пользуются на открытых парковках у магазинов, к примеру, как здесь. Ведь такие паркинги не охраняются и если вора у вашего дома могут спугнуть хотя бы соседи, то здесь за вашего авто никому нет дела. Не существует замков, которые невозможно открыть, об этом говорят специалисты по защите. Даже самую дорогую сигнализацию можно взломать. Если у меня будет неделя времени, это вопрос времени. Угон, вопрос времени. Насколько это? Если у меня будет неделя, то машина уйдет. Ну, у гонщика, не у меня. Будет неделя, то есть он уйдет. У нас самая длинная попытка угона была с 12 ночи до 6 утра. Количество автоугонов увеличилось с началом войны на Донбассе. Сейчас целые потоки кратеных элитных машин в базе данных. Их массово выкрадают и массово завозят, потому что автивку фактически не можно отследковать. Низька цена. Пытание проблемности автивки занимается. К сожалению, побороть волну автоугонов пока не удается. Да и шансы найти украденную машину мизерные. Любовь кукла, Геннадий Аникейенко, Наталья Неделько, Евгений Пахальчук. Подробности недели. Телеканал Интер. Вот согласитесь, если бы в Украине работала простая вещь видеофиксация нарушений на дорогах вообще отслеживался бы поток автомобилей в реальном времени, то это существенно усложнило бы жизнь автоугонщикам. Камеры на дорогах наши правоохранители обещают регулярно. На этой неделе спикер МВД Артем Шевченко в очередной раз пообещал, что видеофиксация заработает в этом году. Кстати, сейчас полицейские даже протоколы о превышении скорости не составляют. Ждут, когда это можно будет делать в автоматическом режиме. Но эти планы опять может похоронить одна вещь евробляхи. Не забывайте, что на наших дорогах по разным подсчетам от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов машин с европейскими номерами. И если водители таких машин нарушают правила, то куда и кому отправлять квитанцию о штрафе? Не в Польше же, не в Литву, где машины все еще стоят на официальном учете. Так что сначала политики должны как-то легализировать евробляхи. А уже потом и в нашей стране сможет появиться цивилизованная система видеофиксации нарушений на дорогах. Это подробности недели. Вот какие темы мы обсудим далее в нашей программе. Мимокасты. Сколько миллиардов работает в тени? И почему власти не спешат наполнять ими бюджет? Жизнь после плена. Заботится ли Украина о своих гражданах, освобожденных из-за стенков Ордло? И в какой помощи нуждаются люди? Жилищно-коммунальные беды. Кто блокирует выплату субсидий и чем это грозит украинцам? Госбюро расследований. Еще один новый правоохранительный орган, который должен заработать в Украине, похоже, уже стал самым невезучим изо всех. Подумать только, его создают уже больше двух лет. Еще в 15-м году был принят профильный закон. В марте 16-го закон вступил в силу и только в конце 17-го удалось выбрать первого директора. Напомню, именно Госбюро расследований должно забрать следственные функции у прокуратуры и стать аналогом американского ФБР. И вот до сих пор у этого органа только лишь одни проблемы. Мало того, что даже офиса своего нет, так еще и с конкурсами на заполнение вакансий в бюро все не очень просто. Стартовать они должны уже скоро, но закон обязывает проводить конкурсы так, что руководители Госбюро не могут повлиять на выбор ни одного из сотрудников, хотя и должны будут за них отвечать. Директор бюро Роман Труба еще в прошлом году предложил депутатам изменить эту норму, но пока у политиков времени для этого не нашлось. На данный момент конкурс проводится, проводит так звана зовнишняя комиссия, которая выбирает керенников всех структурных подразделений центрального аппарата, в том числе и заведующего сектором транспортного обеспечения. В состав зовнишней комиссии входят представители от Кабинета Министров, от Верховной Ради, а также от президента Украины. Кроме того, конкурсная комиссия зовнишняя также выбирает керенников территориальных управлений, а также керенников и всех работников управления внутреннего контроля. Представители Державного бюро расследований не имеют возможности принимать участие в зовнишней комиссии, а следует отметить, что за результаты этих людей ответственность будет нести беспосреднего директора. Но и это еще далеко не все. Например, закон о госбюро расследований позволяет бюро заниматься оперативной работой, а вот закон об оперативно-разовесной деятельности не предусматривает для бюро таких функций. Но вот пока депутаты не уберут подобные нестыковки, аналог американского ФБР в Украине нормально заработать не сможет, конечно же. И без того очень длинный список нерешенных депутатами вопросов на этой неделе существенно пополнил Кабмин. Сразу на 35 пунктов. Все это экономические вопросы. От дирегуляции до создания новой службы финансовых расследований и реформы таможни. В правительстве говорят, эти решения могут заметно увеличить экономический рост. вместо запланированных сейчас 3% до возможных 7%. Я бы хотел экономические процентов. также экономическую ситуацию в нашей стране оценили на этой неделе и в МВФ. Представитель фонда подчеркнул, нынешние показатели роста в Украине только усиливают отставание от стран-соседей, чья экономика растет интенсивнее. Для Украины чрезвычайно важно ускорить экономический рост в 2018 году. Было определенное возобновление роста. В прошлом году он составил 2%. В 2018 году он увеличится где-то на 3-3,5%. Но это не даст возможность догнать страны Европы и улучшить уровень жизни украинцев. Ну, а если говорить о новом транше от МВФ, то на этой неделе окончательно выяснилось, что Украине предстоит выполнить 2-3. Ведь на кону почти 2 миллиарда долларов. Первое требование пресловутый закон об антикоррупционном суде, причем именно в том виде, какой ожитают кредиторы. Ну, а второе не менее болезненное очередное повышение цены газа. Фонд выступает категорически против того, чтобы в нашей стране существовали два разных тарифа на газ для промышленности и населения. Впрочем, в Кабмине уже не раз заявляли цену на газ повышать не будут, ведь это повлечет за собой еще и новое увеличение тарифов. И, наверное, это одна из главных интриг предстоящего политсезона, как и транш получить, и тарифы при этом удержать. Но все-таки, согласитесь, это выглядит очень унизительно. Уже 4 года одно и то же критическая зависимость от траншей. Вся государственная машина напрягается, чтобы получить еще один миллиард. Как долго еще это может продолжаться? Ну, как минимум до тех пор, пока наши политики не научатся пользоваться теми экономическими возможностями, которые есть внутри нашей страны. Не кредитами едиными пополнять казну Украина запросто могла бы и своими силами, и потенциальная прибыль уходит мимо бюджета у всех на глазах. Вместо того, чтобы наконец-то легализовать добычу янтаря, депутаты отложили законопроект «Долгий ящик». Страна и дальше теряет ежегодно миллиарды, сумму, сопоставимую с оборонным бюджетом. Тем временем янтарные деньги стекаются рекой к черным старателям и их высокопоставленным боссом. Депутаты могли бы сделать беспроигрышную ставку на игорный бизнес, но и тут пока держат паузу. Казино могли бы приносить стране прибыль, но пока везет только крышевателям. Весь игорный бизнес у нас вполне успешно работает в тени под яркими вывесками интернет-клубов. В Украине опять хотят повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Идея вроде бы хорошая, и лихачам наказание и стране прибыль. Вот только и эта сфера пока слабо наполняет бюджет. У нас отсутствует нормальная система контроля и фиксации нарушений. Около миллиона потенциальных налогоплательщиков тоже лихо объезжает бюджет на литовских и польских номерах. Что делать с евробляхерами власть пока решает. Приносить чистые деньги в казну мог бы даже мусор. Вместо того, чтобы зарабатывать на утилизации отходов, в Украине их просто складируют на полигонах. Но реальность не знает сослагательного наклонения. И чтобы потенциальная прибыль превратилась в реальную, нужна политическая воля, пока власти предпочитают повышать налоги и брать кредиты. Итак, чего ждать от новой парламентской сессии? Какие решения все-таки могут принять политики, чтобы помочь экономике? И какие решения точно стоит заблокировать? Ну, чтобы не раздражать хотя бы наших кредиторов. Обсудим с нашими гостями. Татьяна Острикова, народный депутат и член парламентского комитета по налоговой и таможенной политике. И Тарас Качка, экономический эксперт и знаток западных политических финансовых структур. Здравствуйте, Тарас. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, господи. Татьяна, 35 орешков для Золушки, о которых я только что рассказывал, ждут парламент на следующей неделе с подачей Кабмина. Вы верите, вот честно, что хотя бы 5 из этих законопроектов удастся рассмотреть в парламенте? Я думаю, что десь до 5. Справа в том, что на самом деле их есть не 35, а дещо меньше, причем только 10 из них инициированы урядом. Решта есть депутатскими. И вот, например, по моей тематике одна из требований бизнеса до влады это прекратить тиск силовиков. Даже в вашей программе сегодня был большой сюжет про то, как силовики и как правоохранители тиснуть на бизнес. Так вот, по моей тематике есть законопроект про службу финансовых расследований. Однако, он не имеет номера. Мой законопроект, внесенный, за моим авторством, про финансовую полицию, как единственный орган финансовых расследований, который прибирает экономические подраздели, СБУ, Национальной полиции, Генеральной прокуратуры, остаточно ликвидирует податковую милицию и создается один единственный орган с аналитичным подходом, не силовым, два с половиной года лежит в парламенте и не расследует. Сейчас нам премьер-министр презентует великую начебто экономическую программу, так вот, номера законопроекта нет. Податку на выведенный капитал это, правда, тот инструмент, который может запустить экономику. И тиск прихованных ресурсов внутреннего инвестора, про который вы, зокрема, говорили, реанимовать, знову ж таки, немає. Что мы бачим? Мы бачим точковые законопроекти, которые изменяют шило на мило, радіологический контроль от одного органа передают до другого органа, но не дают ответы на вопрос, как стабилизировать экономику, как сделать так, чтобы скритые резервы работали, чтобы было не тихие 3%, о которых говорит премьер-министр, а хотя бы на уровне наших держав-соседей, таких как Румуния, там, где есть 6, 7 и 8% возрастания ВВП. Иначе, в меня возникает вопрос, а за счет чего уряд собирается отдавать борги МВФ, пик выплат, по которым припадает как раз на 19-й год. Не за счет этих точковых изменений, где, одно слово, один орган изменяется на другой. Тарас, вопрос к вам. Я, кстати, хотел сказать, Татьяна, вопрос, наверное, не в номере законопроекта. Номер законопроекта появиться может. Вопрос в количестве голосов, которые еще нужно найти, а наш парламент, почему-то, мне кажется, за год, практически до выборов, вряд ли найдет время на создание новой... Знаете, про что это говорит? Что законопроекты, в принципе, точковые, не системно не изменяют правила гри в экономике. Это говорит про то, что такой есть карт-бланш премьер-министра. На инше нет политической воли у той Симки, которая рует государством. И, соответственно, нет голосов в парламенте, который больше голосует так, как говорят партийные боссы. Тарас, смотрите, хотел с вами поговорить о всех тех требованиях, в частности, которые требует МВФ за счет нового транша, да? Это антикоррупционный суд и так далее. Есть очень много болезненных вопросов, таких как цена на газ. Но, как вы считаете, первая часть вопроса, найдутся ли 226 голосов за тот же антикоррупционный суд? Как вы думаете? И второе, способна ли Украина на сегодняшний день уже начать жизнь без этих траншей? Политики могут сейчас сказать, нет, цена на газ убьет наше политическое будущее? Мы ее не поднимем для населения. Или все-таки, знаете, смиренно сложат ручки и проголосуют так, как нужно? Тут есть два вопроса. Первое, что мы, на самом деле, номинально, без співпрацки с МВФ, прожить теоретично можем, но, на самом деле, мы створим кризу такую, с которой выбираться будет набагато довше, чем та криза, с которой мы сейчас 4 года выбираемся. И набагато сложнее. Поэтому, если говорить только про возможность протриматься 12 месяцев, можно придумать какую-то супер-программу за позичинь без МВФ, которая бы дала возможность протягнуть. Но там, после выборов, будет, там мы разберемся. То есть, правильно понимаете, дожить, доскрепить, но не развиваться. Теоретично такая ситуация можлива. Но если мы говорим о самом деле, про развитие экономики, то без співпрацей с МВФ даже с этого года настрои в экономике будут негативные. Потому что бизнес очень оптимистично налаштован, а из-за условий, если будет сохранить співпрацей с МВФ. Но, повертащись до этих 35 проектов, то тут я бы не совсем погодился с тем, что это набор того, что есть сейчас в руках. Частина этих вещей еще тяжко оценивать, потому что они не поданы. Как было сказано, что это лишь назвы без номеров, без конкретных текстов. Но с привода того, на что они вплинуть, эти 35 законопроектов, они не вплинуть на співпрацю с МВФ. За выражением одного блоку, который относится на защиту прав кредиториев. Потому что и МВФ, и Национальный банк Украины говорят, что банки кредитуют, не кредитуют бизнес через слабкий захист прав банков, как таких. И в банки, в самом деле, есть ликвидность давать это для бизнеса. И поэтому, чтобы эту версию переверить, нужно хвалить законы о посилении защиту прав кредиториев, которые находятся в этих 35. Хваливши это, тогда можно четко переверить, чи сценарий МВФ спрацовывает, или не спрацовывает. Но, в принципе, очевидно, что шансы, если конструктивные, находятся и по тех 35 проектах, которые есть в инициативах уряда, и в спорте с МВФ, я думаю, что это вплинет очень позитивно на нас. Давайте о социальных стандартах немного с вами поговорим. Помните, Кабмин уже давно обещает, что с декабря месяца повысить пенсии военным. Ожидается, по прогнозам, что средняя зарплата по Украине к концу года достигнет чуть ли не 10 тысяч гривен, ну, по крайней мере, такими обещаниями украинцев кормят. Но при этом от МВФ звучат уже сигнали о том, что Украине нужно сокращать свои социальные расходы. Получается, что фонд может надавить и людям не стоит ждать улучшения социальных стандартов. Насправді, проблема звучит. Кожен из игроков озвучит свою позицию. Сюжет полягає в том, что Уряд должен искать возможности увеличения социальных стандартов. Будь-який, украинский, грецкий, немецкий, французский. И они это делают. Главное, не переходить ту межу, когда увеличение социальных стандартов негативно влияет на бизнес. Потому что это то, что произошло сейчас, когда Национальный банк был обязан поднять обликовую ставку. Это он напрямую заявил, что один из чиновников это то, что Уряд надмирно увеличил социальные стандарты. Поэтому сюжет этого года полягає в находке правильного баланса. Шукать те возможности поднятя социальных стандартов, которые не вплинуют негативно на экономику и на спорту с МВС. Татьяна, я боюсь представить, насколько вверх взлетели бы социальные стандарты в нашей стране, если бы все то, что только что в нашей справке перед нашим диалогом перечислялось, мы внимательно с вами смотрели, весь этот работающий нелегальный бизнес, от антаряда игорного бизнеса, не обогащал чужие карманы, карманы избранных, а направлялся в бюджет. Вы вообще верите, что в ближайшие хотя бы годы встанет вопрос о том, что все эти миллиарды будут течь именно в государственную казну? Я глубоко переконана, что социальные стандарты, и, в частности, минимальная заработная плата и пенсия должны увеличиться не за рахунок того, что уряд штучно установлю какие-то показатели, против чего и заперечивает Международный валютный фонд, без реальных подставов для этого в экономике. А я переконана, что социальные стандарты и экономика должны увеличиться за рахунок того, что предприятияные работают, создаются новые рабочие места и наполняется бюджет. Если мы поднимемся, какая, сгодом экономических исследований, в государственном бюджете Украины, то это две вещи. Виведение денег в офшорные юрисдикции, чем, до речи, зловживают не малые предприятия, и не те, кто занимается перекордонной торговой, а этим зловживают как раз мажновладцы и большие бизнесы. Поэтому я бы в первую очередь обратила внимание на перекритие этого потока. Потому что мы говорим про десятки миллиардов валютных коштей, которые выходят из Украины. И поэтому тут очень простые рецепты, которые мы должны имплементовать в свой податковый кодекс. Контрольованные иноземные компании и их належное оподаткование в Украине. После этого можно говорить про валютную либерализацию. Это уже источным чином наполнить государственную скребницу. И вторая речь, это митница, где еще один государственный бюджет Украины. А это, и пенсии, в том числе и вельско-вельсионерах. вечная ситуация, Татьяна, рецепты просты, всем известны, но пока они не применимы в наших условиях. Будем надеяться, что когда-то эта история все-таки изменится. Спасибо, Татьяна Острикова, Тарас Качка отвечали на мои вопросы. Жилищно-коммунальные беды. Кто блокирует выплату субсидий и чем это грозит украинцам? Борьба за детское здоровье. Сколько еще государство будет экономить на тех, кого обязаны лечить, а родители собирать на спасение детей с миру по нитке? Америка в дурмане. Почему США охватил опиоидный кризис? И что снимет граждан с героинового крючка? Подробности недели снова в прямом эфире. Спасибо, что дождались. Новый всеукраинский рекорд задолженности за услуги ЖКХ. Уже 32 миллиарда гривен. Больше всего люди должны за газ почти 12,5 миллиардов. На втором месте долг за отопление и горячую воду 11 миллиардов. Вообще, по всем показателям, которые есть в платежках, в Украине накапливается задолженность. И вот вспомните, с какой помпой в нашей стране запускали реформу объединений жильцов ОСМД объединений совладельцев многоквартирных домов. Мол, уж этот формат должен все решить и качество услуг повысить, и деньги сэкономить. Но фактически вот в этом году деятельность ОСМД просто заблокировали. Кто и почему, выясняла Павлина Василенко. Это видео всеукраинского флешмоба, который устроили главы объединений совладельцев многоквартирных домов. А все потому, что больше не могут нести груз чужих долгов. Да и обещанная монетизация субсидий пока не работает. Вот и получается, именно долги одна из главных проблем ОСМД. Это объединение в Запорожье уже 9 месяцев ждет, когда им компенсируют 50 тысяч гривен за субсидии. Другая головная боль бюрократический произвол. Коммунальное предприятие, которое нас до этого обслуживало, не хотело отдавать нам техдокументацию. Оно нам ее не отдавало на протяжении практически года. И все вот это время, не совершая никаких работ, они получали деньги из государственного бюджета. Все это время жильцы без субсидий фактически кредитуют субсидиантов. Но хоть денег и нет, работы в доме не останавливаются. Сами смастерили лавочки и поменяли лампочки. А это особая гордость. Новые трубы в подвале вместо изношенных старых. Теперь хотят утеплить дом. Нужно брать кредит и участвовать в программах. На данный момент совладельцы еще пугаются слова кредиты. Поэтому много энергии уходит объяснять, что это такое и что это нужно для того, чтобы потом же платить нам меньше. Мои дома вот эти коричневые. И внизу офисное помещение тоже мое. У Филиппа есть ключи от всех квартир в этом и соседнем доме. Его семейный бизнес это сдача жилья в аренду. Если что-то в какой-то из квартир поломается, чинить приезжает сам. Филипп сам раз в полгода моет всем окна, а для отдельных работ зовет помощников. У него их трое. Берется за работу, потому что хорошо знает технику, а еще уверяет так дешевле. Иначе жильцам бы пришлось раскошелиться, а так я делаю все сам. В Бельгии за содержание квартиры в доме платят в среднем 200 евро в месяц. Управляют домами в основном частные компании, так называемые сандики. Какую компанию нанять и сколько платить фонд дома решает совет собственников дома, аналог украинского ОСМД. Собирается он минимум раз в год. Обычно собранных денег хватает на то, чтобы привести в порядок дворы подъезды, сделать мелкие ремонты. С большими сложнее. Все зависит от того, сколько денег на эти вопросы дают жильцы. С новыми домами проблем нет, а вот со старыми, которым по 50 лет очень много хлопот. Нужно подчиняться новому регулированию по изоляции, менять крыши, ставить окна с двойным стеклом. Не всем это под силу. Самая большая проблема безопасности старые лифты. Там частные несчастные случаи. Субсидий в Бельгии нет, но жителям энергонеэффективных зданий предоставляется помощь. От государства они могут получить деньги на ремонт крыши, изоляцию стен, замену окон или системы отопления. Обычно возвращают до 30% от стоимости материала. Убедить жильцов в необходимости ремонта иногда бывает сложно. Даже если крыша в аварийном состоянии, собственники могут сказать, мы не видим необходимости в ремонте, денег не дадим, мы подождем. Большинство членов совета это люди в возрасте лет 80. Они не хотят больше инвестировать. Чтобы отремонтировать крышу, Сандику приходится обращаться в суд. В Украине инвестировать в свои дома и создавать ОСМД не готова половина из живущих в многоэтажках. Так получилось и с этим домом в спальном районе Киева. Почти два года назад инициативная группа жителей решила объединиться. Год уговаривали соседей, даже на пикники ходили. На открытом повитре смажили такие маленькие свято. Это сгуртувало людей. Сплатить сплатила, но не объединила. ОСББ у нас закончилось тем, что мы не набрали кілька голосов для его создания. Заходите в наши парадные, посмотрите, как мы здесь живем. Этим летом ремонт сделали своими силами. Коммунальная управляющая компания, бывший ЖЭК, ремонтировать отказался. Руки наши, краска за счет того, что мы собрали деньги, приятно зайти в парадную, потому что до этого был бомжатник. Сколько не обращались, уже писали письма, нам ответ, что ремонт у вас в парадном сделан. В некоторых подъездах стены в трещинах. Сергей говорит, люди снова подумывают о самоорганизации. Только хватит ли сил? Если у нас менталитет жителей не изменится и они не будут видеть, что квартира это часть будинка, которую обслуживают, у нас действительно все это перейдет в приватную компанию. Фактически это будет обслуживание тем же ЖЭКом, но просто деньги будут идти в приватную компанию. Но все же ситуация меняется. В Украине уже создано 28 тысяч ОСМД. На днях правительство пообещало погасить все долги за субсидии, а на это нужно 22,5 миллиарда гривен. Но в ОСМД ждут еще и четкий механизм монетизации субсидий. Павлина Василенко, Сергей Бордюжа, Елена Абрамович. Подробности недели. Телеканал Интер. Коммунальные удары пережили на этой неделе Славутич в Киевской области и Смело в Черкасской. Оба города остались без газа. Отключили за долги. В Смеле опять дошло до протестов. Без тепла и горячей воды оказались десятки тысяч человек. Эти два города уже давно зоны вечной коммунальной мерзлоты. Подобные проблемы там постоянно. Славутич очень плохо готовился к отопительному сезону. Это обсуждали даже на уровне правительства. Ну а в Смеле жители стали заложниками финансовых отношений чиновников. Нафтогаза и частной компании, которой принадлежат котельне. Что делать со всеми этими накопившимися долгами и проблемами? Как отвечать МВФ, который еще требует повышать тарифы? И чего ждать от новой сессии работы Верховной Рады, которая начнется на таком вот фоне? Обсудим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока. Сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Смотрите, вот долг по оплате ЖКХ стремительно и неуклонно растет. На сегодняшний день это уже 32 миллиарда гривен. Ну, как по мне, уже пахнет полноценным таким кризисом. Как из него выйти? Возможно, уже в феврале нужно пересматривать бюджет и увеличивать расходы на субсидии? На самом деле этого следовало ожидать, поскольку когда бездумно задрали тарифы и всю страну практически посадили на субсидии, и уже было ясно в прошлом году, что субсидий не хватит. Дефицит субсидий был примерно 15 миллиардов по прошлому году и около 30 миллиардов уже плановый дефицит заложенный в бюджет этого года. То есть их не хватает. Выход один. Выход в том, чтобы снизить тарифы, довести их до экономических обоснованных. Это снижение тарифов должно быть примерно в два раза. Тогда не надо будет тратить столько денег на субсидии. Люди сами смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и будут оплачивать и не будет такого кризиса неплатежей. Потому что примеры, о которых сказали по городам, они, к сожалению, повторяются все чаще и чаще, поскольку просто не в состоянии города оплачивать повышенный тариф. Люди не в состоянии платить, субсидии не доходят из Минфина, а нефтегаз становится в позицию, что мы, если есть задолженность, отключаем газ. И вот это, к сожалению, то, к чему мы пришли из-за бездумной политики правительства. Выход один, надо снижать тариф. Юрий Анатольевич, но тут нельзя не учитывать позицию МВФ, которая требует увеличения цены газа. Вот что делать политикам с такими требованиями? Это все может закончиться вполне и политическим кризисом. То, что сегодняшняя власть критически села на кредиты МВФ и, в общем-то, просто ездит по миру выпрашивает кредиты, а не занимается реальным сектором экономики, это тоже беда. И так тоже нельзя делать. Невозможно так критически зависеть от кредитов МВФ. Более того, если дают только кредит МВФ и не дают кредит Всемирный банк и другие финансовые международные организации, то это нас не спасает. Это должна быть комплексная программа получения финансов в мире. Но дело в том, что МВФ ведь не только одно требование по газу выставляет, более того, есть аргументация требования МВФ, то есть, если есть требование, чтобы не было разных цен на газ, давайте смешаем газ импортный с газом собственной добычи, сделаем смесь, будет единая цена, не будет коррупции, чего боится МВФ и обоснованно боится в сегодняшней ситуации, и тогда эта проблема решится и не будет таких высоких цен на газ. Это можно решить, это просто надо профессионально разговаривать. Но второе требование МВФ это антикоррупционный суд. Причем в сценарии, в котором требуют его МВФ. То есть, они прямо указывают, у нас страна находится под внешним управлением, они прямо указывают, что делать. И причем они стоят на позициях интересов МВФ, а не граждан Украины. Что самое плохое. Все эти вопросы, согласитесь, вызовы на следующую сессию Верховной Рады, которая стартует уже через несколько дней. На фоне всех этих проблем, коммунальных, финансовых, на фоне того, что в украинской политике уже появились полувоенные какие-то формирования, какой продуктивности можно ждать от Верховной Рады весной? Да, судя по плану, который нам дали, продуктивности не будет, поскольку абсолютно пустая повестка дня, не соответствующая требованиям сегодняшнего дня. Я могу сказать позицию нашей фракции. Первое наше требование будет, это вопросы примирения на Востоке, поддержка посреднической миссии между спецпредставителем Америки и представителем России. Мы оптимистично смотрим на последние переговоры и видно, что нащупали путь урегулирования конфликта. То есть, это мирные инициативы. Второе, это социальная поддержка населения. Это отмена этой пенсионной реформы, которая обманули всех. В первую очередь, военных пенсионеров, которые вообще не получили надбавки. Но, кстати, они могут получить? Им обещают еще с декабря месяца. Может быть, уже февраля люди дождусь? И все нормативные документы и вся правда на их стороне. Их просто обманули, вот так цинично сказали, дадим и не дали. Потому что все деньги отдали на силовые структуры и на те полувоенные образования, которые похожи на штурмовиков фашистской Германии в прошлом году, которые мы видели все по телевизору. Что вообще абсолютно недопустимо для страны. Так вот, социальная поддержка, отмена медицинской реформы. И мы, если не будет сменен министр, не будет отменена реформа, у нас уже готово представление в Конституционный суд. Наша фракция обращается в Конституционный суд по отмене так называемой медицинской реформы, которая на самом деле является медицинским геноцидом. А в сегодняшней ситуации, когда увеличилась смертность от эпидемии заболеваний, с которыми раньше мы боролись успешно, а сегодня не можем побороть и люди страдают, это приобретает особую актуальность. И поддержка реального сектора экономики. Мы требуем отчета правительства. Если правительство не в состоянии представить программу выхода из кризиса, то мы готовы ее представить, у нас она есть, и мы требуем, чтобы эта программа была рассмотрена. Потому что вот так бездумно обрекать страну на провалы в экономике, это недопустимо. Это легкомысленно и безответственно. Юрий Анатольевич, еще из накопившихся проблем, напомню вам про список нерешенных кадров вопросов, он уже очень длинный, по-моему, и его нужно будет решать в парламенте. Вот смотрите, у нас глава Нацбанка завис, омбудсмен, новые члены Центра Сбиркома, счетная палата, некоторые министры требуют замены, стоит вопрос об их замене. Когда это будет решаться? Мы считаем, что в сегодняшней ситуации, когда оппозицию отстранили от контроля за властью, вот пришли к тому, что пришли. Обнищание людей, кризисы, власть бесконтрольно, делала то, что делала, и пришли к тому, что развалилась правящая коалиция. И вот эти позиции, особенно счетная палата, омбудсмен, ЦВК, они должны обязательно формироваться с учетом требований оппозиции, с учетом того, чтобы был контроль со стороны оппозиции за властью. Мы не видим такого подхода, поэтому мы категорически против той кадровой политики, которая пытается протащить остатки правящей коалиции, когда сформировали ЦВК из двух фракций практически, когда омбудсмен и все остальные позиции это только остатки правящей коалиции, только БПП или Народный фронт, а все остальные в лучшем случае получают какие-то там мелкие должности. Но, я сейчас хочу сказать о другом. Мы на самом деле пришли к тому, что сегодняшняя власть бесконтрольно распоряжаясь страной, полностью обанкротилась политически. И мы видим, что без соответствующей смены, без замены сегодняшней власти, без перевыбора парламента, выход цены из кризиса невозможен. Ну что ж, посмотрим. Кстати, нас в этом отношении поддерживает большинство, подавляющее большинство людей выступает уже за перевыборы парламента. Посмотрим, не доведет ли парламент сам себя до перевыборов на уже на этой весе. И мы будем выступать за этот разговор. Хотелось бы. Спасибо. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, отвечал на мои вопросы. 16 февраля. Новая дата переговоров в нормандском формате. На этот раз могут встретиться министры иностранных дел. Место для переговоров Германия. Мюнхенская конференция по безопасности и главная тема освобождения заложников. Все это стало известно со слов Павла Климкина. Напомню, что нормандский формат, на который возлагали наибольшие надежды уже больше года, фактически не работает. Последняя встреча на уровне министров иностранных дел состоялась год назад в феврале. А главы государств нормандской четверки не встречались с октября 2016-го. Накануне появились новости о том, когда все-таки может состояться очередной этап освобождения заложников. Вчера вечером в фейсбуке Владимира Жемчугова, украинца, который тоже побывал в заложниках и был освобожден, появились цифры без комментариев. 29 на 74. И наблюдатели расценили это как новую формулу, по которой возможен этот обмен. Уже сегодня оптимизм укрепило еще и заявление Леонида Кучмы, представителя Украины в Минской контактной группе. Он подтвердил, что до начала марта хорошие новости действительно стоит ждать. Ну, а за все время войны на Донбассе в руках у боевиков уже побывало более трех тысяч украинцев. Военные, гражданские, мужчины и женщины многим после освобождения приходится учиться жить заново. И, к сожалению, многие из них остались один на один со своими проблемами. Ирина Баглай продолжит. День освобождения. Местами смазаны, местами четкие до мельчайших деталей. Он теперь в памяти навсегда. День, разделивший жизнь на до и после плена. Азолицкий Евгений Чуднецов провел в руках у боевиков почти три года. Ну, помню, 14 февраля. Конечно, помню. Ну, БТР наш танком побило. Он попал в плен во время боя под Широкино. Потом были длительные допросы и пытки в родной Макеевке. Из оккупированного города Женя уехал еще осенью 14-го. У нас там куча в 14-м году, в 15-м году там куча такого творила всякого, нехорошего. Там куча пьяных людей ходила с автоматами. Азовец из Макеевки, воюющий за Украину. Для боевиков он был предателем. Его пытались использовать для пропаганды, угрожая расправой родным. Ведь недалеко от Макеевской тюрьмы и дома оставались Женины мама, бабушка, сестра и брат. Оно, по-моему, одинаково. Когда ты сидишь в полоне, либо в тюрьме, либо еще в каком-то заперти, тебе как бы разницы нет, что ты в 20 тысячах километров, что ты в 20 минут пешком ходишь. Читая на диктованные боевиками и российскими кураторами тексты на камеры пропагандистских каналов, Евгений понимал, это его единственный шанс не пропасть бесследно в подвале. А это кадры взятия в плен киборгов. Тогда лица, выбравшихся из-под завалов Донецкого аэропорта, увидел весь мир. Засветив киборгов в эфире, боевики уже не могли незаметно с ними расправиться. Десантник Александр Машонкин помнит почти каждый день 7-месячного плена. Сначала их жестоко избивали боевики Гиви и Моторолы. Психологическое давление, пытки и неизвестность. И Азовис Евгений, и Киборг Александр, как и все остальные, до последнего не знали, когда окажутся на свободе. Александра освободили в 15-м, Евгения в конце 17-го. А перед этим псевдосуд, так называемый ДНР, дал Жене 30 лет строгого режима. Но даже в застенках бойцы не считали себя узниками. Я и в тюрьме был свободным человеком. Свобода, на самом деле, не ограничена какими-то, не знаю, стенками, там, тюрьмы, либо свободное, свободное перемещение. Свобода, она в первую очередь вот здесь. Вернувшись домой, Киборг Александр возвращался к нормальной жизни сам. Полтора года только залечивал раны. Сразу пошел по госпиталям, так как говорят. Працювали за мной психиатры. Сказали, что здоровый. Еще удивились, что психика не сломалась. Но самым сложным оказалось выбраться из бюрократической ловушки. Я купил часу потратил на сбирание, блин, доведок, всяких, бумажек, я чуть не рік сбирал паперы, всякие разные, без того папера ты никто, без того ты тоже никто, без того совсем никто. Уже позже на помощь пришли волонтеры. Азовцу Евгению повезло чуть больше. Его и еще 72 освобожденных под крыло взяло государство. С их возвращением стартовала программа реабилитации. Мы сейчас отработали программу на день лечения и такой постизоляционной поддержки тех, кто были извольнены 27 числа. Медицинскую помощь, да, предоставило государство. Прошел я там все обследования, которые хотел проходить. Ну и МРТ там проходил. Но я сам просил сделать и то, сделать и это. Это я феофания был. Основную функцию, конечно, свою она выполнила. То есть провел обмен первую. Ну и предоставила медицинскую помощь. Документы. Первое, чем озадачились освобожденные. Власти обязалась помочь и в этом вопросе. Но тут их снова опередили волонтеры. Главный и самый болезненный вопрос для освобожденных это жилье. Для тех, кто родом с Донбасса. Женя поддерживает связь с земляками. Говорит, их обеспечили крышей над головой. Частично. Либо волонтерские организации порасселяли, либо там обычные граждане, предприемцы, предприниматели сняли на первое время. Обеспечить жильем жителей Донбасса. Эту задачу государство возложало на местные администрации. Для бывших заложников ищут квартиры и дома. Но проблема в том, что в Украине просто нет фонда резервного жилья. Его могут створивать местные рады, местные администрации. На засадах спи-финансирования мы готовы допомогать в решении ценности. Пример такого сотрудничества зона АТО. Разблоковали процесс отримания житла, в Мариуполе и в Покровске. На засадах спи-финансирования 50% из центрального бюджета, 50% из местного бюджета. Вчера, сейчас люди отримуют первое житло. Но за бортом программы реабилитации и сопровождения более 3000 украинцев, освобожденных ранее. Чтобы помочь и им необходимые изменения на законодательном уровне, и деньги. Вот на низку этих заходов нам, говорит, бачено 96 миллионов в этом году. Также чиновники спорят, предоставлять ли освобожденным статус бывших заложников. Противники этой идеи ссылаются на психологические нюансы. Складность в том, что если человек не может отрекаться от этого своего полуна, она весь час будет продолжать и перебывать в нем. Сами же освобожденные уверены, документ значительно упростил бы им прохождение бюрократических лабиринтов. А пока и Евгений и Александр планируют дальнейшую жизнь и надеются в первую очередь на себя. С дня оглашение приговора начал строить планы, на самом деле. Ну, сейчас закончим уже по зубам, пока оно будет приживаться, там все эти импланты. Ну, вернусь в свою часть. Александр за два года так и не устроился на работу. Это сейчас задача номер один. А мечты о пополнении в семье. Семейные планы стать батьком. Моя количество не лякает, как то кажут. Главное, чтобы была способность их обеспечить нормально. Ирина Баглая, Галина Якушко, Светлана Трунов, Вадим Свиридонов. Подробности недели телеканал Интер. Ну и хотя бы частично решить проблему с обеспечением обещают в Кабмине. Освобожденным из плена боевиков украинцам выплатят по 100 тысяч гривен разовой помощи. Есть хорошие новости с фронта. На этой неделе украинским военным удалось вернуть под контроль еще один населенный пункт в село Новоалександровка. Одним из первых там побывал наш военкор Игорь Левенок. Добраться до Новоалександровки можно только так. Едем через лес на военном грузовике. Асфальтную дорогу к поселку простреливают боевики. В сам населенный пункт заходим пешком под прикрытием наших пулеметчиков. Вы будете проходить в село, а я буду собственно отсюда прикрывать с пулеметом. Это потому что они могут все-таки стрельнуть, да? Конечно могут. Вообще без проблем. По журналистам? То есть? Вообще без проблем. Не принципиально по кому? Открытую местность желательно пробежать, чтобы не попасть в оптику врага. Поселок Новоалександровка расположен в балке между двумя высотами. Одну из которых контролируют вооруженные силы Украины, вторую российско-оккупационные войска. То есть фактически населенный пункт постоянно находился на линии огня. На улицах много разрушенных построек, везде следы от пуль и осколков. Населенный пункт полностью контролируют украинские военные. Ждем, когда сюда придет уже основной власть. То есть мы сейчас пристрелите в власть или здесь. Военные продвинулись вперед на два километра. Теперь село за спинами наших армейцев. Как только боевики об этом узнали, ударили по селу с тяжелых минометов. А вот это по всей видимости коллекция того, что очень часто прилетает в село Новоалександровка. До войны в поселке проживали полторы сотни жителей. Был магазин, медпункт, почтовое отделение. Судя по всему, люди до войны здесь занимались сельским хозяйством. Об этом свидетельствует вот эта техника. Посмотрите, вот здесь есть даже новый трактор. Реалии сегодня. Электричества нет, газа тоже. Вода только из колодцев. Осталось всего 16 жителей. И все они собрались в центре села. Сюда приехала миссия ООН и волонтеры с гуманитарной помощью. А чем вы питаетесь? Мы питаемся, что у нас есть помидоры, огурцы, картошка, что это летом приготовили себе. Мы привезли 12-килограммовый набор бытовой гигиены. Двух людей, которые маломобильные, лежачие, пожилые люди привезли памперсы для взрослых. Люди говорят, гуманитарку им привезли впервые за 4 года. До этого никто не рисковал сюда ехать. Здесь никаких солдат не было. Были ополченцы прохаживались. Все. И потом мы сами. Ни те, ни другие. А теперь сейчас пришли украинские у нас. Люди тут ходят, военные. Ну, короче, нам сказали, освободили. Уже по-настоящему. Светлана рассказывает, получает минимальную пенсию на оккупированной территории. 2100 российских рублей. Там же покупала продукты и вещи первой необходимости. Как будет теперь, не знает. Ну, как сказать, и радость, и огорчение, потому что боимся, с теми не будем связываться, и роды, и там, и там. Проблему с пенсиями обещает решить заместитель губернатора Луганской области. Утверждает, что и электроснабжение, которого не было с 2014 года, тоже возобновят. Но ходить на ту сторону местные уже не смогут. Уже соответствующее поручение региональному представительству пенсионного фонда мы дали. Пенсии люди будут получать. В скором времени в Новоалександровку обещают прислать даже медика. Но только если оккупанты перестанут обстреливать село. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности недели телеканал Интер. Новая битва в исторической войне Польши со всем миром. Всего лишь один законопроект смог рассорить Варшаву сразу с десятками столиц. От Вашингтона до Брюсселя и от Киева до Тель-Авива. Только и разговоров сегодня, что о поправках к польскому закону об институте национальной памяти. Причем, любопытно, Запад и Восток Варшаву критикуют не одинаково. На Западе новые плоды польского законотворчества называют законом о Холокосте и осуждают за попытки пересмотреть роль польских коллаборационистов во время Второй мировой. Польша хочет наказывать всех, кто допускает, что поляки тоже несут ответственность за Холокост. А вот в Украине отреагировали на тот факт, что Польша может вести уголовную ответственность за, как бы точнее это описать, непризнание преступлений против поляков во время Второй мировой. Конкретно за преступления, в совершении которых обвиняют украинских националистов. Ну, обо всем по порядку. Начнем с Запада. Кто и как критикует Варшаву, в чем конкретно суть претензий, знает наш корреспондент Брюссель Елена Абрамович. За изменения в закон об институте национальной памяти польский Сенат проголосовал в 2 часа ночи. 57 голосов за, 23 против, двое воздержались. На утро лавина возмущений. Израильский парламент предложил принять ответный документ, который приравнивает польский закон к отрицанию Холокоста. Я рассматриваю это как попытку отрицать свою ответственность за все, что произошло с евреями в Польше во время Холокоста. Сегодня утром я попросил премьер-министра немедленно вернуть посла Израиля в Польше для консультаций. Немедленно отреагировали и Соединенные Штаты. Госдеп призвал Польшу пересмотреть законодательство, так как оно влияет не только на свободу слова, но и на отношения Вашингтона и Варшавы. Польский премьер попытался всех успокоить. Заявил, понимает озабоченность азеральтян и не собирается ограничивать свободу дебатов о Холокосте. Речь идет лишь об обвинениях в адрес Польши. В борьбе с ложными утверждениями об участии польского государства в немецкой военной машине Польша стоит на стороне правды. Холокост также был невообразимой польской трагедией. Среди 6 миллионов польских граждан, погибших во время Второй мировой войны, 3 миллиона человек были из общины польских евреев. Новости из Польши начали обсуждать на страницах влиятельных западных изданий The Guardian, New York Times, The Washington Post. Страна, член Европейского Союза, запретила публичное высказывание об исторических фактах, которые доставляют неудобства ходкорным националистам и правительству правых, написала американская Daily News. Медиа запестрили воспоминаниями тех, кто еще жив и помнит дни Холокоста. Польша это длилось тысячу лет и закончилась крематориями, дымом из труб, которые поднимались из шести лагерей смерти, которые немцы возвели на вашей земле. Теперь подумайте, почему они возвели их именно на вашей земле. За этот закон Польша пыталась проголосовать еще пять лет назад. Тогда поводом стало некорректное высказывание Барака Обамы о польских лагерях смерти. Позже он извинился, а в польском парламенте не хватило голосов. Теперь изменения проголосованы и ждут подписи президента. В Брюсселе с оценкой пока не определились. Мы подождем, пока закон будет принят. У меня нет комментариев касательно его, но в общем скажу. Все страны, которые находились под оккупацией нацистов во время Второй мировой войны, было много героев, которые сопротивлялись. Но, к сожалению, во всех этих странах всегда существовали люди, которые сотрудничали с нацистскими оккупантами. Ну, а теперь все зависит от польского президента. Если Анжей Дуда подпишет закон, это может стать самым сильным ударом по позициям Польши в Европе и мире за последние десятилетия. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности недели Европейское бюро телеканала Интер. Но если ту часть польских новаций, которые затрагивают в Холокост, заметил весь мир, то вот на украинскую часть, похоже, обратили внимание только в нашей стране. И лучше всего об этом высказались сегодня на сайте Европейская правда. Я процитирую. Это наглядный пример для Украины, как отстаивать свои интересы. Ну, в том смысле, что посмотрите на Израиль и его союзников. Ну, а теперь главное. Что конкретно грозит украинцам? Штраф или тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет? Еще раз. За непризнание преступлений во время Второй мировой. Причем приговор можно получить не только на территории Польши. Суды смогут объявлять виновными даже только на основании высказываний, сделанных за пределами Польши. А это, вдумайтесь только, будет приговор, вынесенный судом Евросоюза со всеми вытекающими последствиями. Решение польских политиков уже прокомментировал и президент Украины Петр Порошенко. Он призвал Польшу к диалогу и отметил, что нормы этого нового польского законопроекта абсолютно необъективны и категорически неприемлемы. Президент заявил, что политические решения не могут заменить историческую правду. А вот пойдут ли теперь поляки на уступки и чего дальше ждать от отношений с нашим соседом, это вопросы для одного из самых опытных украинских политических экспертов Владимира Фисенко. Он сейчас на связи с нашей студией. Здравствуйте, Владимир, спасибо, что присоединились. Ваш прогноз мне интересен. Как поступят польские политики? Они могут пересмотреть свои скандальные инновации или ну вот это уже все новая реальность. Новая реальность наступила не сейчас, а уже где-то два года назад. Это ведь не первый документ, принимаемый парламентом, где предпринимается достаточно агрессивная попытка скажем так поставить новые исторические акценты, причем в таком не совсем корректном для Украины ключе. К сожалению, но я говорю, это не сейчас произошло, это продолжение той тенденции, которая возникла два года назад. Поэтому мы можем предполагать, подпишет или не подпишет президент. Я думаю, польский президент, он будет ориентироваться на внутрипольский контекст. Возможно, этот документ направят на доработку, на коррекцию, то есть это будет такое корректирующее вето. Возможно, да. Но может, если он увидит, что все-таки реакция его партии, ее сторонников достаточно такая жесткая, последовательная, то может и подписать. Понятно. Хорошо. Владимир, понятно. Мы ждем сейчас шага от Польши. Если это случится, чего ждать украинцам от этой страны? Все-таки поляки, если ничего не поменяют, или по крайней мере изменят только ту часть нового закона, которая возмущает Израиль, Европу с Америкой, а вот украинскую часть могут же оставить без изменений в то же время? Вот как тогда быть? У нас тогда ведь, ну, наверное, половину политиков могут получить приговоры автоматически, заочно. Да нет, ну, это явный перебор в такой оценке. Не будет никаких массовых приговоров украинцам. Вот в этом я абсолютно уверен. Могут быть какие-то точные решения и одно уточнение. Суд в Польше это не суд Евросоюза, это суд в стране Евросоюза. Это все-таки не одно и то же. Поэтому, конечно же, эксцессы могут быть, но только в случае каких-то агрессивных высказываний по поводу, например, событий на Волыне, вот за это могут быть какие-то приговоры. А каких-то массовых судебных решений, я думаю, не будет. Ну что ж, с вашей точки зрения, А что касается украинской реакции, реагировать надо принципиально, но сдержанно. Принципиально, но сдержанно. Это совет украинской дипломатии Владимир Офисенко. Спасибо ему за эти ответы, он был с нами на связи. Вы смотрите подробности недели, мы снова в прямом эфире. И начнем с грустного события. В Киеве сегодня прощались с Леонидом Каденюком. Он умер в минувшую среду, не выдержало сердце. Первому космонавту независимой Украины было 68 лет. Попрощаться с героем пришли более тысячи человек. Люди до сих пор благодарны ему за то чувство оптимизма и надежду, которые появились благодаря полету Каденюка. Он побывал в космосе в 1997-м в составе экипажа американского шаттла «Колумбия». К этому полету Каденюк готовился два года, но к космосу всю свою жизнь. У него был многолетний опыт летчика-испытателя. Еще в конце 80-х Каденюк прошел подготовку как командир корабля «Буран». Готовился управлять и транспортным союзом. В космосе Каденюк провел 15 суток и 16 часов. С собой в полет взял тогда флаг Украины. Таким образом наш стяг впервые побывал в космосе. Очереди жизни, в которых теряют надежду. Надежду на саму жизнь и здоровье. Это явление, к сожалению, уже стало нормой в Украине. Когда больные не могут получить медицинскую помощь от государства и вынуждены ждать от него финансовой милости. Или на спасение за границей, или на покупку необходимых препаратов. В цивилизованных странах даже вопрос так не стоит. Там спасают своих граждан. В Скандинавии даже принцип действует. Лечить своих граждан выгодно, ведь здоровый человек принесет больше пользы обществу, чем больной. А у нас из-за нехватки денег сотни детей обречены на инвалидность. Кто вынужден выпрашивать гарантированную помощь? Евгелия Коваленко расскажет. Это необычное занятие. Здесь учат слышать. Для тех, кто с самого рождения живет в тишине, это непросто. Еще сложнее научиться говорить. У маленького Никиты еще и проблемы с сердцем. Он перенес три операции. Первые полгода жизни провел в реанимации. И только победил один недуг, как родители заметили другой. Год назад Никите одели слуховой аппарат, но это не помогло. Малыш по-прежнему не реагировал на звуки. Тогда ему поставили один слуховой имплант. Мама говорит, сыну очень повезло. Это сделали вне очереди из-за осложнений после кардиоопераций. Если вчасно проимплантировать, то слухомовные навыки в детстве развиваются так же, как у обычной детей. Сейчас он слышит, реагирует на свое имя. Для обычных родителей это обычная вещь, а для нас это действительно диво. Деньги на такие слуховые кохлеарные импланты должно выделять государство. Все они импортные. Один такой стоит порядка 30 тысяч долларов. В институте отоларингологии сообщили, сейчас в очереди на искусственное ухо 365 детей со всей страны. И на них выделили 120 миллионов гривен. Этого недостаточно. потребность она все больше за теми цифрами официйными. За ту сумму что есть 122 миллиона можно будет лековать не всю чергу детей. Потреба будет еще 150 миллионов дополнительно. Впрочем, это все равно лучше, чем было раньше. К примеру, в 2016 слуховые импланты установили всего пяти детям. А в этом только в январе прооперировали уже девять. Однако после операции каждые пять лет родителям уже самостоятельно нужно менять вот этот прибор речевой процессор. И стоит он около 15 тысяч евро. Также проблема в том, что в Украине нет качественного диагностического оборудования необходимо построить то, что сегодня полностью уничтожено. Это система профилактики, это система ранней диагностики еще на моменте вагнитности. Для государства это финансово набегато достойно и экономически выгодно. уничтожен и уничтожено и уничтожено и уничтожено с полностью мучащим ребенком, тогда бы мы сейчас, вот прям завтра вам имплантацию бы сделали. Они стали в очередь. Перед ними было больше 300 детей. Если бы не благотворительные фонды, то операцию сделали бы только через 3 года. А значит, Маша никогда не научилась бы говорить. Сейчас родители планируют поставить дочке импланты на второе ухо. Ведь в следующем году уже в школу. В школах-то все равно у нас 30-40 детей. Она просто не сможет определять даже голос учителя. Семья уже нашла турецкую клинику, которая готова сделать операцию дешевле, чем в Украине. За 20 тысяч евро. Чтобы собрать деньги, у них есть максимум полгода. И на государство надежды нет. В Немеччине, ну, взагалі, якщо дитина народжується с тяжкою вадою слуху, втратою, то ей положено навіть два кохлерных импланты. Два вушка, вони можуть прооперуватися до року. А в Україні за здоров'е нужно побороться. Из-за недостаточного финансирования больные дети могут ждать своей очереди на операцию несколько лет. Однако в их случае время не лечит. Скорее, наоборот. И вот в этом ожидании уже много детей потеряли шанс на здоровую жизнь. Очень боится его потерять и Саша. Ему почти два года. Он очень подвижный и разговорчивый, но вынужден сидеть в заперти. А все потому, что у мальчика совсем нет иммунитета к бактериальным инфекциям. Это синдром Костмана. Каждый день для нас это колоссальный риск. Сколько у ребенка без иммунитета, единственная защита для него сейчас – это антибиотики. Но их действие временное. Нужна пересадка костного мозга. Таких операций в Украине не делают. Итальянская клиника уже прислала счет на 120 тысяч евро. Мы собрали немножко больше 9 тысяч евро. Желательно уже начинать поиск донора. Это важный этап. Длительный достаточно. Около 3-4 месяцев ходит на поиск донора. Если бы было что-то продать, поверьте, мы бы сделали это в первую очередь. Две недели назад они стали в очередь в Минздраве. Параллельно обратились в благотворительный фонд. Ведь сумму нужно собрать всего за 3 месяца. Но пока денег не хватает даже на донора. На это нужно 15 тысяч евро. В благотворительном фонде говорят, пациенты вынуждены долго ждать государственных денег. Ведь в Минздраве не учитывают срочность. Очередь работает таким образом, что перед ними, перед вот такими срочными пациентами могут находиться люди с другими диагнозами, у которых есть немного больше времени. Если бы это учитывалось, пожалуй, больше бы детей успевало бы получить свое время на необходимое лечение. Также нет контроля над тем, насколько эффективно используются государственные деньги. В Минздраве пока планируют это внедрить. Бывают случаи, когда пациенты становятся на очередь к мост со счетом из более дорогой клиники. При этом, в целом, при наличии опции получить счет из более дешевой клиники. И эта разница могла бы пойти на помощь кому-то еще в очереди. Но такие очереди надежды для многих украинских детей – единственная возможность на полноценную жизнь. И пока у государства на них нет времени и денег, все ложится на плечи их родителей. А тысячи больных детей зависят от милости благотворителей. Евгения Коваленко, Елена Миндалюк, Ирина Дьяченко, Богдан Савруцкий, Олег Неведомский и Сергей Еременко. Подробности недели – телеканал «Интер». То, о чем спорили почти год, только сейчас вступает в силу. И, наконец-то, проявит все свои негативные и позитивные стороны. Закон о медреформе заработал. Новая жизнь начинается для всех. Для врачей, для пациентов и для чиновников. И уж чиновники-то себя за бортом не оставили. Им предстоит самое интересное – создать монополиста, который будет распределять десятки миллиардов гривен государственных расходов на здравоохранение. Причем создать всего лишь за несколько месяцев. О главных пунктах медреформы от Ульяны Супрун напомним в нашей короткой справке. Лечиться по-новому. На этой неделе медицинская реформа стартовала официально. А это значит, что изменения уже начинаются. Правда, сначала только в первичной медпомощи. Запускается государственная программа медобслуживания. Ее будут пересматривать ежегодно. И ежегодно утверждать пакет бесплатных и платных услуг. В зависимости от возможностей бюджета. Ядро реформы – Национальная служба здоровья. Она будет распоряжаться бюджетными средствами, станет посредником между пациентом и медучреждением. И на нее будет возложен контроль качества медуслуг. Все больницы с ней должны подписать договора. Вот только пока службу еще не создали. Теперь медицина не будет бесплатной. Вопрос только в том, кто будет платить. Иногда государство, иногда частично государство, а иногда только пациент. Новый принцип отношений называют «деньги ходят за пациентом». Что это значит? Государство гарантирует бесплатный пакет услуг. Это первичная помощь, палеотив, медпомощь детям, роды, экстренная помощь, базовый набор анализов и быстрых тестов. И самое интересное – сколько и за что украинцам придется платить из своего кармана? Оказывается, больничные прайсы еще не утверждены. Да и само реформирование вторичного и третичного звена медицины начнется в последующие два года. А пока украинцы должны будут выбрать своего врача и подписать с ним декларацию. Договор на оказание медуслуг. Чем больше пациентов, тем выше у врача зарплата. При этом у одного медика не может быть больше двух тысяч больных. За каждого пациента государство заплатит 370 гривен в год. Но деньги будет получать и распределять главврач. Само соглашение между пациентом и врачом должно оформляться в электронном виде, с занесением в специальную единую систему, которой еще тоже нет. И появится она только к лету. Опиоидный кризис в Америке. Уже сотни тысяч погибших. Миллионы стали наркозависимыми. Политики в Вашингтоне говорят, что это одна из главных угроз, которые стоят перед Соединенными Штатами. А почему сами американцы винят во всем врачей? С подробностями Дмитрия Анопченко. Цифры шокируют. 60 тысяч смертей только в прошлом году. А в этом каждый день забирает по 140 жизней. И если ситуацию не изменить, за ближайшие 10 лет погибнут полмиллиона американцев. Столько же, столько СПИД забрал в Штатах. За все время эпидемии, начиная с 80-х. И причина – опиоидный кризис, который сейчас называют одной из главных проблем Америки. А дело все в том, что наркозависимыми американцев сделали вовсе не драгдилеры, а врачи. Еще с 2000-х здесь при любой боли выписывали препараты, которые действительно помогали. Но лишь сейчас признали, они вызывают привыкание. И таким образом треть Америки на наркотики подсадили. Этот портрет, пожалуй, все, что напоминает им о сыне. Райан умер за две недели до своего 28-летия. Тело нашли в туалете местного супермаркета. Сказали – передозировка. Мы умоляли его, завяжи, попроси о помощи. Отец даже просил полицейского, мол, арестуйте его, все лишь бы уберечь, спасти от всего этого. Мы что только не пробовали, чтобы помочь ему. Родители говорят, на наркотики их сын подсел по вине медиков. Сломанная нога, сильнейшие боли и рецепт от врача, препарат, который действительно помог – Викодин. Несколько недель лечения, а потом на вечеринке в клубе – эти же таблетки, тоже полученные по рецепту. Кто-то из друзей растолок в порошок на барной стойке. И еще через два дня доза нужна была каждые полчаса. За последние два года все только хуже и хуже становится. Все принимают. И мои друзья, и те, кого я знаю, сидят на героине. Я столько людей знаю, которые типа были против всего этого. А теперь и они все на наркоте. И сегодня это все они делают. За последние 10 лет две крупнейшие фармацевтические компании Америки, производящие опиоидные препараты, вызывающие привыкание, поставили, вот только вдумайтесь, 20 миллионов своих таблеток в крохотный городок в Западной Вирджинии, где и 3000 человек населения не наберется. Причем около половины всех рецептов выписал только один до недавнего времени уважаемый в городе врач. В итоге этот городок в прессе теперь прозвали героиновой столицей Америки. После того, как всего за 5 часов 28 человек тут умерли от передозировки. А местные полицейские уже дважды подкрепление просили. 90% того, чем мы заняты, преступления из-за наркотиков. И чтобы мы не предпринимали, все больше и больше опиатов наводняют этот регион и этот город. На этих оперативных кадрах агенты службы по борьбе с наркотиками накрывают очередной подпольный цех. Когда фармацевтическая мафия присадила людей на таблетки, мафия реальная поняла. Да им же готовый рынок сбыта достался. Когда рецепт уже не выписывают, а отказаться от препарата люди не могут, то идут к наркодилеру. Агентство прижало местных дельцов, но производство перенесли в Мексику. И даже в Китай, откуда фентанил, американцам в обычных письмах поставляли. ФБР вот только недавно почтовый канал раскрыло. Мы катимся по наклонной, постоянно терпим неудачу. Есть, конечно, и исключения. То, что мы делаем, спасает жизнь. Но на уровне городов и даже целых штатов сделать толком ничего не получается. Дональд Трамп официально присвоил опиоидному кризису статус национального бедствия. Распорядился ликвидировать черный рынок, наркозависимым терапию оплатить. И огромные деньги в бюджете выделил. Но вот только поможет ли? Но есть и неожиданный поворот событий. Индейцы подали в суд, сообща. Ответчики. 24 крупнейшие фармкомпании США, выпускающие опиоидные таблетки. Обвинение простое и очень многим в стране понятное. Мол, производители скрывали опасность привыкания. И в резервациях, где и без того были огромные проблемы с алкоголем, ведь коренные жители Америки генетически не способны справиться с тягой к спиртному, теперь еще и катастрофическое наркотическое бедствие. Требуют, чтобы вовсе не государство, а те, кто на продаже опасных таблеток миллиардные состояния сколотил, создали сейчас фонды для наркозависимых и оплачивали лечение. И если Фемида этот иск удовлетворит, то американские фармацевтические компании чуть ли не банкротства ждет, ведь после этого миллионы американцев тоже пойдут в суды. Все те, кто стали наркоманами по неволе. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. На этом все. Спасибо, что смотрели подробности недели. До встречи в следующую пятницу. Продолжение следует...